Ребята всем привет они думают что им все можно то есть полицейским сперва вот избили охранников в городе Капшигай возле кафе и теперь думают что им подумали что им за это ничего не будет но было их уволили после того как видео о том как они избивали охранников появилось в интернете но так или иначе вот один из уволенных полицейских пытается оправдаться он обратился к президенту Касымжа Мартакаеву и просит чтобы ну типа этому полицейскому не дали возможность и времени примириться с потерпевшими ну как бы так и он обращается я так понял требует чтобы было объективное расследование чтобы я так понял их восстановили просят но так или иначе для них это исход понятен их уволили и по делам если честно и вот этот полицейский пытается там что-то вздернуться конечно так делать не надо таким образом как бы шокировать публику но извините но за свои поступки надо отвечать вы стражи закона у вас власти и вы просто обязаны не просто защищать права и свободы граждан защищать гражданское общество от преступности вы должны быть примером а вместо этого чего показываете это же дискредитации всей полиции исполнительной власти нашего государства и поэтому вас и уволили конечно если видео в сеть не попала может быть у вас бы и не уволили все было бы шито крыто но вот век интернета информационный век делает свое дело уже миль вас на судана обещал обещал на зарплате глава государства республики казахстан хасм джомарт кемилла токаев у меня имеется к вам лично письменное обращение которое я хочу зачитать обращаюсь вам лично я уже как бывший сотрудник то есть следователь следственного отделения отдела полиции города хапшагай старший лейтенант полиции тимеш вальсир голымбекович выпускник алматинской академии и работы в должности следователя с 2019 года по 2021 года месяца августа мое обращение заключается в том что по факту инцидента 10 августа 2021 года около 12-30 часов ночи а именно по факту драки в городе хапшагай возле кафе дель мар где у нас рабочее время по трудовому кодексу республики казахстан согласна тому что рабочее время нас начинается с 08 00 часов утра до 19 00 часов однако мы пришли в данный кафе дель мар около 22 00 часов и все вместе случайно встретились смертные напитки не выпивали а также имеются лица которые могут подтвердить данный факт по факту драки то что драка произошла из-за того что охранник подошел к нам и без причины начал обращаться в грубой форме форме и сообщил покинуть кафе дель мар однако на то что мы сообщили ему что администратор данного заведения сообщила нам что у них имеются лицензии что они могут работать до 2 до 2 ночи часов на что данный охранник также начал обращаться с нами в грубой форме и попросил выйти на улицу и поговорить с ними тогда мы все вышли и произошла драка тогда второй охранник подойдет к нам и пришло нам лицо слезоточивый газ тогда у нас мы все еще не были не видели не могли дышать и разбежались по сторонам это вообще конечно кто верить этим полицейским приехали в кафе отдохнуть и не распивать спиртные напитки при этом а потом охранник они просто так не будут уводить тем более полицейских они знают чем рискуют с полицейскими связаться как бы по сторонам после чего все разъехались по домам на следующий день то есть 11 августа 2021 года было опубликовано видеозаписи где написано что сотрудники отдела полиции города хапшагай без причины избивают однако данный сад данные охранники были ранее знакомыми далее 12.08.2021 года увидев данную публикацию руководства опыта города хапшагай а именно заместитель начальника по оперативной части майора полиции таргумбаев азамат хасимович вызвал к себе в кабинет нас всех и заставил писать рапорт об увольнении по собственным желаниям против нашей воли спустя несколько часов на теле ганды их заставляют писать заявление против их воли а как же трудовый кодекс если они считают себя правыми зачем вообще писать рапорт об увольнении по собственному желанию их заставили полицейских заставил руководство написать заявление об увольнении ну просто чушь какая-то палматинского омства генерал-майора полиции кудеба им сервером заказ burned south было приказано начальнику управление службы службу безопасности к карминову разобраться в данном факте спустя несколько времени по приезду начальника управления службы безопасности карминов и рядом с ними находились также около 10 сотрудников управления службы безопасности или далее заместитель начали кадра приказано на охотиться в о archaethr Ciut nar обшагате так как нас вызовут на допрос спустя некоторое время мы услышали что нас хотят арестовать расставить по данному факту и закрыть визилетер времени содержания, чтобы дать ответ сами по ранее опубликованному видео, так как утихомирит народ и не разобрался в данном факте. После чего, услышав данный разговор, мы все принялись искать адвокатов, однако адвокаты отказывались, ссылаясь на то, что данное дело резонансное, после чего... Вообще любой нормальный адвокат возьмется за это дело резонансное. Почему? Потому что от этого он получает узнаваемость. Когда есть спрос и предложение на адвокатские услуги, это наоборот, любой адвокат взялся бы за это дело, потому что ты был бы на виду. А тут он говорит, что никто не хотел, адвокаты боялись. Что-то тоже в это как-то мало верится. Мы решили поехать в город Алматы за другими адвокатами, чтобы они смогли защитить наши права. Также я обращаюсь к нашим жителям Республики Казахстана. Уважаемые жители Республики Казахстана, я обращаюсь лично вам всем. Я точно такой же простой житель Республики Казахстана, который живет и работает от зарплаты до зарплаты. У вас у всех имеются такие же дети, как и мы, и родители. Наверное, у каждого из вас были моменты факта драки. Однако, когда дело касается сотрудников полиции, то дело принимает резонансный оборот. Почему именно так? А потому что вам, полиции, уже мало кто верит. И потом вы сами приступили к закону. Вообще нельзя делать это само правство. В рамках закона нужно. Если есть конфликт, если охранники действительно первые начали, тогда вы должны были вызвать полицию, хотя вы сами полиция, и зафиксировать сей факт нарушения прав, то, что происходит со стороны охранников, избиение. А вы чем занялись? Вы заняли само правство, получается. Значит, приступили к закону. И вы, юристы, прежде всего, и вы должны знать, вы обязаны были знать, на что вы идете. Вы шли на правонарушение. И не надо тут просто оправдываться. Из-за того, что мы все являемся сотрудниками полиции, мы все, в первую очередь, точно такие же люди, как и вы. И у нас у всех имеются родители, которые за нас признаковываются. Да, мы не отрицаем свою вину. Да, мы допустили, мы ошиблись в первый раз. Но какие люди не ошибаются в этой жизни? Также мы все... Вот он признает, что они ошиблись. Ну да, ошиблись в чем? Если они считают, что охранники сами начали, они ничего не нарушали, а в чем ошибка тогда? Вот он признает, что были, получается, что они, эти полицейские, были неправы в отношении к охранникам. Зачем ваши права, когда работали? Когда мы работали всем, и зачем ваши права? Что бы ни случилось, вы обращаетесь к нам в первом делом. Вы за это зарплату получаете? Вы на госслужбе находитесь? И поэтому не надо вот это тыкать нам? И ладно бы, если бы вы выполняли свои обязанности, как положено. Ведь так сложилось, что полиции уже мало кто верит. А как же вот, когда вы задерживаете гражданских активистов, гоняете людей на мирных митингах, хватаете их? Что вы, не нарушаете, что ли? Где ваше уважение к народу, уважение к мирным собраниям? Хватайте женщин, вплоть до детей, кидайте их в эти автозаки, везете в суды административные. Обращаем, официально регистрируем, и начнем вести уголовное дело, и законно принимаем решение. Однако, когда дело кассы сотрудников полиции, то дело оборачивается в другом порядке уже. То есть, все идут против нас. Мы виноваты в том, что мы работаем в данной сфере или как? Конечно, с вас спросу двойнее. Вас поставили для чего? Для того, чтобы вы служили народу, чтобы вы охраняли общественный порядок, а вместо этого вы стали нарушать его. Мы от лица всех просим извинения у вас, приносим свои извинения от лица ваших детей. Также мое обращение начальнику департамента полиции Алматинской области генералу-майору полиции Кудебаеву Серегу Музаколычу и министру Министерства внутренних дел Республики Казахстан Тургумбаеву Илану Заманбековичу. Вы сами прекрасно знаете, как сотрудники полиции работают в данной сфере, что они работают без нормированного графика, то есть они могут и днями, и ночами не находиться дома, а находиться на работе и защищать права граждан. Однако, когда дело касается нас, самих сотрудников, то почему же нас никто не защищает? Я не понимаю, мы в первую очередь, мы все такие же люди, как и вы. У нас нет наших прав? Или как вообще? Как данное видео было опубликовано в СМИ, нас всех же уволили с органом внутренних дел по отрицательной статье. То есть мы на будущее не можем даже устроиться обычными работниками. Почему вас никто не защищает? Как не защищают? Обращайтесь к гражданским активистам, обращайтесь к правозащитникам. Вас возьмут под защиту, действительно. Но в том случае защищать будут у вас, если вы действительно не виноваты. А если вы виноваты, идите к адвокатам, платите им огромные деньги, и может быть они вас как-то смогут вытащить оттуда. Из-за чего это даже ни начальник департамента полиции, ни министр МВД Ирлан Трогомбович не разобрался в данном ситуации. И хотят нас закрыть в изоляторе временного содержания по статье хулиганса, где максимум может быть это среднее тяжество. Мы никому ничего не ломали. Мы по терпевшему стороне, мы, да, подрались, но мы никому ничего не ломали. Также я хочу обратиться к нашим обычным сотрудникам, которые также работают на передовой службе. Когда у нас даже была ковидная ситуация, ковид-19 когда пришла, мы все работали без отдыха, без дня и ночи, без сна. Все работали точно так же. Но, однако, где гарантия, что и вы не окажете... Работали, оштрафовали людей, которые ходили без масок, что ли, тем самым нарушая наши права. Идешь по городу, когда вот ковид начинался, тебя останавливают там, допрашивают, что-то, какие-то претензии, почему без маски на открытом воздухе. Это же было нарушение с вашей стороны. Что в нашей ситуации? Вас точно так же могут осудить и закрыть беспричинно. Даже не разобраться в данном факте и уволить. Вот он говорит о том, что вас могут закрыть беспричинно. Но кто закрывает? Вы же и закрываете полицейский. Вы также начальник департамента полиции Сергия Мурзаконовича, а также министр МВД Ерлан Тургумбайс. Вы сами тоже знаете, что с каждым годом у нас сотрудников, то есть кадровых сотрудников все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Никто не хочет работать в данной сфере, так как работа у нас является очень тяжелой. И никто не может с этим справиться морально и физически. Но если тяжелой, то что же вы работаете? Уходите с этой работы, если тяжелой. Хотя есть у меня знакомые, которые незаконно уволили из полиции. Он сейчас отстаивает свои права через суды, через митинги, чтобы его восстановили, потому что считает, что его честь порогана, его незаконно уволили из органов. Он работал в линейной полиции. Но это опровергает его мысль о том, что люди не хотят идти в полицию, типа тяжелая работа. Морально и физически. Также мы все от лица наших сотрудников приносим извинения у народа, как ваши дети. Да, мы... Не надо просить извинения у нас. Вы не наши права нарушили. Просите извинения у этих охранников и в том числе у руководителя вот этого кафе. Вот и все. Провинились, но свои ваши окружения искренне в этом сожалеем. Также мы... Мое третье обращение именно к начальнику департамента полиции и Сергею Мурзаковичу, а также министру МВД Ирлану Тругомбайовичу. Мы не отрицаем свою вину в своем поступке. Просим разобраться согласно законодательству Республики Казахстан и принять законные решения, как всех остальных. Я сейчас уже не хочу жить в данной республике, так как, чтобы утихомерить народ, а также прикрыть себя, они идут и нами жертвуют. Мы дальше больше не... Я сам лично уже даже если... Так вы же сами повод дали. Кто вами жертвует? Вы нарушили закон, отвечаете. Вот и все. Жертвуют вами. Я сам уже лично не хочу работать в данной сфере, так как я уже удостоверился, что мои права и интересы никак не защищены ни со стороны министерства, ни со стороны гражданских людей, то есть общества народа. Мы являемся почти что не... Общество должно его теперь защитить. Он нарушил права охранников. Они там дрались. Я так понимаю, что не охранники первые начали. И это полицейские. И теперь он просит поддержки общества. Мы что, должны теперь поддерживать полицейских, вот этих, которые нарушили, получается, закон? Мне так кажется. Это не все равно, что соглашаться с этой ситуацией, что да, приходите полицейские после работы, в кафе, бейте охранников. Да, конечно, без всяких этих, да, разбирательств, получается, в рамках закона. То есть нас никто не защищает. Вот и все. Также я уже не хочу жить в этом данном государстве. В своем поступке я виню только начальника департамента полиции, генерала... генерал-департамент полиции Алматинской области, генерал-майор полиции Кудивай Северко Мазакович и министр МВД Республика Стан Тругомай Вилан Замовиковича, так как они не хотят защищать наши права, а хотят лишь утихомирить народ, чтобы дать им, то есть дать ответ СМИ, что нас закрыли, что нас осудят. Но мы хотим законные решения, чтобы в отношении нас приняли. В связи с тем, вот что. Я уже больше не хочу жить, так как по данному уголовному делу можно и примириться с потерпевшей стороной. Мы искренне сожалеем о данном, случимся в факте и принесем свои извинения. Но так как народ, наверное, не так понял, в связи с этим я уже... Мы уже, как бы сказать, уже разгневали народ и все нас осуждают без причин. Но они дальше не разобрались в данном факте. И у всех у вас тоже имеются родственники, сыновья, дочери, братья, друзья, которые работают в данной сфере. И а где гарантия, что они точно так же не окажутся в нашей ситуации? Потому что мы все люди, у нас у всех имеются чувства и эмоции. В связи с этим у нас произошла данная ситуация. Но в своем поступке я лично виню начальника департамента полиции Серка Худебаева и министра МВД Ирлана Трогомбаева. Вот, я уже больше не хочу жить, реально. Потому что в этой стране, как я, если меня поймают, меня сразу закроют результаты время содержания и мне дадут реальный срок. Так как в это время можно было бы и примириться. Потому что во всех остальных гражданских лицах, которые совершают факты хулиганства, то есть драки, они примиряются с потерпевшей стороной и у всех они дружно и мирно расходятся. То есть в отношении них принимаются процессуальные решения за примирением сторон. Но, однако, в нашем случае никто не хочет принимать такое решение. В связи с этим я приношу у всех свои извинения и больше не хочу находиться в данном обществе. Потому что, да, я провинился, свою вину я осознаю и никого не виню. Также прошу вас просить всех моих коллег, которые рядом со мной находились. И прошу вас их не увольнять, так как они очень добросовестные работники, которые работали и хотят работать. Но, однако, после данного случая нас уже никто не хочет видеть. Мама, папа, я вас люблю. Вот смотрите, чем закончилась исповедь данного полицейского. Конечно, это вызывает жалость с одной стороны, но с ним, в принципе, все нормально, я так понял. вот там вот рядом люди были, находились. Но, так или иначе, стоит ли это исповедь вообще от чего-либо, это судить нам всем. Это на обсуждение я оставляю. Конечно, полицейский в какой-то степени в конце видео признает определенную свою вину, извиняется. Но, конечно, то, что он хочет, хотел с собой там покончить, это не выход. Просто достойно, достойно примите то, что вы нарушили закон и вот пришло наказание. И надо просто понимать, что за это поголовки не гладят. Вы взрослые люди, тем более полицейские. И то, что вас уволили, это мера наказания за ваши действия. Вот и все. Постарайтесь просто понять данную ситуацию. И для других полицейских это будет уроком. Именно, что так нельзя делать, что идти против закона, нарушать права свободы граждан. Это неправильно, что если так или иначе это становится широко известно публике, общественности, то кара неизбежна. Потому что они там, наверху, власть следят за тем, что происходит, в том числе и в органах власти, и в органах полиции. Поэтому вот такие дела. Что думаете по этому поводу? Стоит ли этот человек, ну, можно сказать, сожаление с нашей стороны? А может быть, кто-то считает, что его надо опять вернуть? Он ведь извинился, вернуть в органы полиции. Он искупил свою вину таким образом, то, что извинился. Он жалостью хочет нас взять, я так понял. Ну, немножко у него, конечно, получилось, жалко, конечно, Но имейте в виду, что вот он там на жалость давил, что после этого нас на работу нигде не возьмет. На это он уже лукавит, еще как возьмет. Они обычно, вот эти полицейские, которые уволены по отрицательным мотивам, они в охранку уходят. Охранные вот эти агентства по всему Казахстану, они там работают в основном. Ну, или в других сферах, бизнес, там еще что-то. Так что, вот такие дела. Оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно подискутировать на данную тему. Кому ролик понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!